С того дня, когда над Запорожьем прозвучали последние взрывы, нас отделяет 71 год. За это время даже самые юные участники войны успели состариться. Ветераны, участвовавшие в освобождении Запорожья, хорошо помнят тяжелые дни штурма и разрушенный город, который восстанавливали собственноручно. Все вручную. Бетон месили ногами, не вибро. Хорош. Есть что вспомнить. И жили неплохо. Повторяю, и жили неплохо. Ну а сейчас будем надеяться, дай бог что-то было. На митинге было многолюдно, но ряды ветеранов за последние годы значительно поредели. Сейчас в Запорожье проживает 36 освободителей нашего города. Хотя еще пять лет назад их было больше ста. На митинг же сегодня смогли прийти всего три освободителя. Другим не позволило состояние здоровья. Желали в этот день друг другу одного – мирного неба над головой. Самое главное – мир и городу, и всем горожанам, и всем трудовому народу. Только мир. Будет мир и будет и счастье, и здоровье. А сейчас гибнут люди, разве можно? Это в мирное время потерять сына или мужа. Это очень тяжело. Мира пожелаем, чтобы все было хорошо в Запорожье, чтобы не атаковали. Ну просто добра и мира. Я желаю городу Запорожье, чтобы война скорее закончилась, и она не зацепила наш город. Мы хотим пожелать нашему великому городу Запорожье и нашим солдатам, которые сейчас пошли в АТО, чтобы мира, свободы, чтобы они защитили наш город от этих непонятных людей. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова